Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Калин Красный. И сегодня у меня на канале новостной выпуск. В этом выпуске мы обсудим все анонсированные наборы и слухи на ближайшее полугодие. Что ж, поехали! И начнем мы со слухов о предстоящих наборах серии Лего Звездные Войны. О данном наборе мы пока что знаем его цену и название. Цена его 99 долларов и называется он тронный зал Джаббе Хаты и выйдет он в мае 2023 года. Скорее всего нас будет ждать диорама, которая очень стала популярна и многим нравится. Я думаю, что из построек будет непосредственно трон Джаббы, свод тронного зала и люк подранкера. Из мини фигурок у нас ожидается сам Джаббе Хат, Боуш, Бибфортуна и не только, пока еще неизвестно кто именно. Я предполагаю, что набор будет очень ожидаемым, ведь последний раз Джаббы в Лего воплощении мы видели в далеком 12 и 13 году. Также небольшой анонс, касающийся видеоигры из Скайуэкер Сага. Disney объявила о выходе нового издания, в которое будут выходить разные персонажи разных времен. Это Война Клонов, сериал Андорр и Геноби, также другие. Из примечательного мы видим здесь Рекса 2 фазы в обновленной броне. Значит ли это, что леговцы засветили будущий проект? Я думаю, что да, ведь ранее они уже слили наборы по Геноби в видеоигре. Набор 75344. Микрофайта РАП-1. Цена его 9 долларов, выйдет 1 января и включает мини-фигурку Боба Фетта. Но я думаю, тут определенно РАП-1 по сольному сериалу Боба Фетта и новая фигурка Боба, слитая из такого же набора. Честно сказать, корабль РАП-1 превращается в некий лайнспидер Люка, потому что его стали слишком часто выпускать, и более уменьшенная копия его также уже существует. Но здесь у нас будет формат микрофайтера. Набор 75345. Боевой набор 501 легиона. 119 деталей. Цена 19 долларов. Дата выхода 1 января. Новый батлпак 501 легиона. Это безусловно приятный комплимент для фанатов, особенно для тех, кто собирает лего армию. Радует также, что разнообразит новыми солдатами-клонами, срисованными с игры Battlefront 2. Набор будет включать мини-фигурку снайпера, двух пулеметчиков и командира отряда. Вопрос, что за технику или укрепление нам туда положат. Но я думаю, набор обречен на успех и будет очень продаваемым. 75347. Сильба-мандировщик. 64 долларов. Выйдет 1 января. Ну, это переиздание старого набора, и это хорошо. Думал, он по масштабу будет очень схожим, но более детальным и со скругленными деталями. Ведь детали лего ушли далеко вперед. А вот набор фигурок совсем не ясен. Имперский пилот. Это само собой. И имперский офицер Рей Слоун, о которой ранее не упоминалось. Она появлялась в комиксах и видеоигре из кадрильи. Гонг-дроид и Дарт-Вейдер. Выбор тут вообще не ясен. На кой там Вейдер и Дроид? Видимо, просто для кучи и еще одной версии Вейдера. Набор 75349. Шлем капитана Рекса второй фазы. Набор 75350. Шлем командора Коуди первой фазы и набор 75356. Шлем Боуша. Цена у всех одинаковая. 69 долларов. Дата выхода 1 марта. Тут все ясно. Интересно, что решили выпустить клонов сразу первой и второй фазы, плюс не обычных, а известных всем клонов. Сразу двух зайцев убили. Набоуша интересно посмотреть, как его решили воплотить. Вообще серия прикольная, особенно когда стоит большая коллекция таких шлемов на полке. Смотрится залипательно. Набор 75352. Тронный зал Звезды Смерти. Цена 99 долларов. Набор будет представлять собой диораму с цитатой. Содержит 5 мини-фигурок. Ну, я думаю, что тут понятно кто. Это Император, Дарт Вейдер, Люк Скайуокер и, скорее всего, двое стражников. Вопрос, изменят ли они как-либо у них принты, либо обновят. Ранее мы уже имели две версии Тронного Зала. Тут, я думаю, будет определенный кусок возле окна, наподобие старого набора финальной дуэли. Набор 75353. Погоня спидеров на Эндоре. Цена 79 долларов. Также диорама с цитатой и четырьмя фигурками. Что за фигурки, я думаю, вы тоже догадались. Люк, Лея и Скаутбакеры. Примечательно, что это будет переиздание самых старых фигурок по Эндору. Я думаю, что наборчик будет очень интересным и зеленым на интересной детальке. Диорамы я люблю и очень жду. Тут, я думаю, Лего не должны облажаться. Коллекционный набор Лего Звездных Войн под артикулом 75331. Лезвие бритвы. Количество деталей 6187 и цена его 600 долларов. Дата выхода 7 октября. Набору, к сожалению, не получилось переплюнуть по количеству деталей шагоход AT&T. Честно, не испытываю каких-либо чувств к данному кораблю. Ну, корабль и корабль. Тем более, Лего уже выпускало две его версии, обычную и в виде микрофайтера. А тут у нас коллекционные, чтобы собрать лишних денег. На мой взгляд, только ради этого делался данный набор, а не для лишней коллекционности. Корабль выглядит довольно большим и внушающим, и даже громоздким и непонятным. Радует его затаяленность и детализация корабля. Наклейки здесь, как по мне, вполне уместны. Без них он бы смотрелся слишком серым, как имперский звездный разрушитель. Корабль, как и в оригинале, внутри состоит из двух палуб. И тут мое почтение. Детализация превосходная. Внимание уделили буквально всему, чему можно. Радуют принтованные детали панели приборов и их обилие. Также уделено внимание игрогу, в виде шара, к которому он игрался. Сама кабина Мандалорца очень детализована и повторяет свою оригинальную часть. Нижняя часть палубы представляет из себя склад, где есть карбонитные заморозки. Как я понял, это те же негодяи, что из набора поменьше. Единственное, тут добавили бы побольше детализации к заморозке. Эх, а могли бы сделать каждую заморозку, как с Ханом, и добавить в мини-фигурки. Вот это было бы слишком жирно. Но это Лего, поэтому, увы. И положили броню Боба Фетта. Шикарно, но, к сожалению, без торсика. Чтобы добавить уникальности набору и фигуркам, Мандалорцу сделали принт на шлеме. Хотя можно было такое и сразу сделать. Но я думаю, Лего сольют этот шлем рано или поздно. В каком-нибудь проходном наборе. И изменили цветовую гамму брони, добавив также принты на руки. Чтобы окончательно сделать мини-фигурку уникальной. Малышу Грук сделали капсулу из деталей систем. Прикольная, но, как по мне, цельная. Выглядит куда лучше. А вот фигурка Метрола полная халтура. Можно было сделать отдельную гуманоидную голову. Но нет, просто принт на обычной голове и торсе. И фигурка Угнута Куила с Бларком. Помнится, я делал подобную самоделку. Бларк отличный, очень похож и в нужном масштабе. И Угнот в дополнение к Угнотам. В целом неплохо, но корабль кажется в таком масштабе более неказистым. Новая детализация здесь шикарная. Компания Лего объявила о том, что она возродит серию Властелин колец. Да здравствуют фанаты. В Лего возвращается легендарная серия, которая, я думаю, многим нравилась и многие ее собирали. Пока только в формате Брик Хэтс. Но надо же леговцам как-то конкурировать с мини-фигурками Фанк Поп. Первый набор 40630. Фродо и Голлум. Цена его 14 долларов. Выйд 1 января. Думаю, тут все просто и понятно. Будет просто Фродо и сидящий рядом Голлум. Набор 40631. Гэндальф и Барлок. Цена его также 19 долларов. И выйдет он 1 января. А вот тут интересно. Будет ли Барлок больше обычной фигурки Брик Хэтс или в таком же формате? Но по деталям стоит ожидать нечто схожее с данными Брик Хэтсами. Набор серии Марвел, посвященный предстоящему фильму Черной Пантеры. Набор 76215. Черная Пантера. Количество деталей 2961. Цена 349 долларов. Выйдет 1 октября. Вот тут Лего молодцы. Не совсем стандартный бюст. И он отличный. Как по мне, у них получилось передать форму маске Пантеры. Примечательно, что впервые в таком формате добавили руки, которые скрещены. Этот жест означает «Ваканда навеки». Тут компания Лего, наверное, этим потрясающим бюстом хотела передать дань памяти ушедшему актеру. И еще три набора, посвященные фильму. Разбирать отдельно я их не буду. Считаю, что все три набора довольно проходными и схожими. Не стоило Лего делать сразу в таком их количестве. Тому же Тору уделили два набора, а Стрэнджу вообще один. Но вряд ли они будут пользоваться спросом. Каз фигурок интересны. И, как всегда, по набору можно понять, что будет в фильме. Например, в наборе мы видим «Железное сердце» и интересную фигурку Небора. А вот постройки довольно унылые. Очередной ваканский квинджет и плавающий утюг. Линейка Лего Майнкрафт также нас порадует новыми наборами в 2023 году. Но я хочу сразу сказать, что мне кажется, они начинают понемножку повторяться. Набор 21245. Дом Панды. Цена 49 евро. Я думаю, что это будет, скорее всего, что-то похожее, типа «Лисьего дома» или «Дома свиньи». Но по форму в виде панды. Набор 21244. Аванпост. Цена 44 евро. Ранее компания Лего также выпускала аванпост разбойников. Скорее всего, нас ожидают схожие по конструкции дома. А может быть и вообще отдельный аванпост, на что я лично надеюсь. Набор 21243. Ледяные вершины. Цена 34 евро. Ледяные вершины. И такой набор тоже уже ранее выпускался. 21241. Пчелины улей. Цена 19 евро. Тут также, я думаю, что будет что-то вроде домика, только в форме уля. Ранее у нас компания Лего выпускала пчелину пасеку. Ну, видно, что ребята, наверное, слишком повторяются. Либо же в этом полугодии они выпустят очень схожие по форме конструкции. Набор 21240. Болотное приключение. Цена 9 евро. Ну, судя по цене, это будет самый обычный маленький стартовый набор по серии Майнкрафт. Скорее всего, будет локация болота с небольшой растительностью. И, может быть, из мини-фигуры будет Стив и Утопленник. Подводя итог, я хочу сказать, что по некоторым особо востребованным сериям нас ждет очень интересные новинки и очень интересные наборы. Ну, а в целом, пишите, какие наборы вы хотели бы увидеть и какой набор купили бы. Если вам понравился данный новостный выпуск, ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал. У меня на этом все. Всем пока. Пока.